Интересный рассказ о действиях современного шамана приводит русский инограф А. Попов. В январе 1931 года во время сильной пурги не вернулся в стойбище Инганасан-Люрюлюи. Происходило это на полуострове Таймыр, примерно в 300 километрах к северо-востоку от Норильска. Через две недели его родные обратились за помощью к шаману Дюхадея. Он согласился отыскать пропавшего, сказав при этом «Я видел его во сне, будто Люрюлю еще жив». Шаман одел парку на голое тело, заставил завязать себе глаза и три дня ходил по тундре, а за ним в нартах неотступно следовали два местных жителя. Позже шаман рассказывал, «Прошлогодние травы и кусты около моего чума ничего не знали и не могли мне ничего сказать про заблудившегося. Наконец я спросил у хозяина речки, и на третий день указал мне, и я наткнулся на совершенно обледеневшего человека. Он был еще жив, мои спутники как можно скорее отвели его в чум. Хотя на мне была одета одна только шаманская парка на голое тело, я, однако, не поморозился, только сильно продрог, да и то почувствовал это, приехав к себе в чум. Шаман так рассказал ученому о своих способностях, «Я и сам не знаю, где находятся эти вставленные духами глаза, думаю, под кожей. Когда камлау, я ничего не вижу своими настоящими глазами, вижу теми, вставленными. Когда меня заставляют искать какую-нибудь потерянную вещь, завязывают мои настоящие глаза, и я вижу другими глазами гораздо лучше и острее, чем настоящими». Духи также просверлили ему уши и дали способность понимать разговоры растений. И я сам удивляюсь, когда какая-нибудь маленькая кочка на болоте, на верхушке которой растут травы, предупреждает меня, чтобы не сбился с пути, или указывает заблудившегося человека, которого я разыскиваю. Эта история необычная, в нее сложно поверить. Но есть люди, которые получают подобную помощь или являются очевидцами этих событий. Их глазам свидетелей не надо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!